Газета Нераскрытые преступления Я Александр Невеев, кандидат в психологические Эксперт по тоталитарным сектам Лидером секты обычно является человек деклассированный, необразованный, у которого нет нормальной работы, у которого нет нормального образования Секта это очень опасно, она является тоталитарной, деструктивной, она разрушает психику своих адептов, доводит их по сути до шизофрении Вы знаете, здесь можно посмотреть на это как бы с двух разных сторон, поскольку каждая медаль имеет две стороны Я думаю, что сами вот эти проблемы деструктивных сект, культов, они во многом высосаны из пальца Поэтому, конечно, в той мере, в какой вот можно говорить о том, что эта область, она оккупирована, занята людьми достаточно авантюрного плана Да, он не хуже других может об этом рассуждать, может преподносить себя как крупного специалиста Если же говорить о нем как о потенциальном специалисте, ученом, религиоведе, то здесь, конечно, я бы сказал, что он таковым не является А какое у вас сложилось общее впечатление от услышанного? Насколько вы считаете подобные заявления объективными и обоснованными? Соответствуют ли они действительности? Или же мы имеем дело с некой дезинформацией? Я бы отнес это вот к разделу христоковщины Я бы начал, может быть, даже не со слов, а с общего такого зрительного впечатления Потому что, когда речь идет о каких-то видеозаписях, о телевидении, вот об этой сфере нашей культуры, жизнедеятельности Тут, конечно, прежде всего важно, как человек выглядит, как он держится, насколько он умеет произвести хорошее впечатление А слова – это уже некоторое такое дополнение, это гарнир к основному блюду И если иметь в виду вот такую внешнюю сторону, то, конечно, это молодой, симпатичный человек, который энергичен И возникает ощущение, что вот это настоящий специалист, если его пригласить, если к нему обратиться, то он свернет горы, он решит все проблемы Но если анализировать то, что он утверждает, или вот в этой версии видеозаписи, или на своем сайте, то это, конечно, в значительной степени околечится Это не имеет отношения к делу Это какой-то напор таких вот штампов, достаточно примитивных, которые никуда нас не ведут, я бы так сказал В основе любой секты лежит группа лженаучных идей В частности, такая идея, как идея мистической трансформации Что нужно вот несколько каких-то волшебных упражнений сделать И после этого у тебя появятся лидерские качества Куча друзей, которые тебе могут помочь Куча других моментов Вот объективно непроверяемые Вы знаете, у так называемых специалистов по тоталитарным сектам, у многих Есть достаточно странная идея, что не только религиозные, собственно, течения относятся к их сфере деятельности Но и различные, допустим, тренинги, посвященные личностному росту Какие-то финансовые пирамиды, системы маркетинга и так далее Это очень странно, но я это объясняю чем? Что попытка часто этих людей заработать деньги именно в сфере религиозной Это своего рода примерно то же самое, что стремление постричь поросенка И на этом, так сказать, приобрести много шерсти То есть визгу будет много, а реальный финансовый результат будет скромный Поэтому эти люди, они вот переключились в значительной степени на ту сферу, где больше денег, больше возможностей заработать И каким-то образом они попытаются все это подверстать именно тоже каким-то сектам какой-то религиозной области Хотя на самом деле ничего религиозного здесь нет Это очевидно всякому, кто сталкивался с этими курсами личностного роста или читал о них во всяком случае Смотрел тоже какие-то видеозаписи Это сугубо светское явление И с моей точки зрения все это к религии не имеет никакого отношения Кроме того, что вот эти специалисты, они хотят здесь, видимо, что-то заработать Сергей Игоревич, я прочитаю одну цитату из видео, так что вы уже с ней, так скажем, имели возможность ознакомиться И попрошу вас ее прокомментировать Да, да, да Секты, конечно, создают люди глубоко аморальные Там очень много среди создателей сект и психопатов, и шизофреников Поскольку безумие заразительно, поскольку шизофренику очень легко создать секту Он спокойно, совершенно галлюцинирует на виду у всех людей И люди начинают верить его словам Как бы вы могли прокомментировать вот такое заявление? Вы знаете, в данном случае этому человеку виднее Если он общался с теми, кто основал какие-то секты И установил, что они нездоровы То как специалист в области психологии Наверное, он имеет такую прерогативу, я бы сказал Но что касается моих познаний, то они не простираются в сферу психиатрии Или психологии так глубоко Я, как религиозный, общаюсь и с теми, кто только еще делает первые шаги Пытаясь создать какие-то религиозные течения И с теми, кто уже создал такого рода направления Ну, я читаю, естественно, о лидерах, которые уже ушли из жизни Но оставили тоже какие-то религиозные течения Которые ныне здравствуют Или когда-то имели более или менее серьезное влияние Поэтому я не стал бы так вот рубить с плеча И всех обязательно называть какими-то ущербными людьми Есть среди основателей новых религий Новых религиозных И уже они очень разные люди И в основном незавурядные только Высшее образование не защищает от мракобесия совершенно Более того, от него не защищает и ученая степень Есть достаточно большое количество кандидатов в наук Например, психологов Ну, которые просто такую ахинею несут И в таких сектах состоят Психоаналитических там всяких Ну, или других психотерапевтических сектах Как я это в кавычках называю Ну, может быть, здесь какая-то человеческая зависть проявляется Может быть, отсутствует других аргументов Сама по себе профессиональная сфера деятельности человека И уровень его образования Конечно, играют роль, но не определяющую Есть какие-то другие, может быть, более глубинные вещи Которые настраивают человека Или на позитивное отношение к религии Или на достаточно такое Ну, я не скажу негативное Но безразличное Это люди со своей судьбой Со своей харизмой Со своим признанием Призванием Дай им Бог, так сказать Достичь того Что они хотят достичь своей профессиональности А оценивать их тоже, мне кажется, надо Именно потому, что они собой представляют Как ученые или как художники Там, скульпторы, писатели и так далее А вообще даже не потому Каким они там религиям принадлежали Или не принадлежали Это уже достаточно для нас, я думаю, все-таки второстепенно Потому что, ну, я приведу такой хрестоматийный пример Ну, есть замечательный писатель Лесков Далеко не все знают, каких он придерживался Религиозных взглядов Ну, его произведения Это важнейшая часть нашей культуры, литературы Я думаю, что уже могут даже забыть про нашего психолога А Лескова будет читать и перечитывать Как вы думаете, зачем человек, который не является ни религиоведом, ни социологом религии Все же представляется экспертом, сектоведом Вешает ярлыки на людей, на организации Как вы считаете, какие могут быть причины? Это деньги в первую очередь Или, может быть, статус в обществе Или что-то еще Как вы думаете? Я помнил бы вот такого литературного персонажа, как Христоков, прежде всего Что его привлекало? Конечно, он не был чужд и мирских удовольствий Но прежде всего он заботился о самоутверждении Ему хотелось показать, что он ближайший друг императора Что государь-император не мыслит управления государством Если не посоветуется с Христоковым И в данном случае тоже вот эта сфера, она притягивает людей Которые, может быть, не добились каких-то выдающихся результатов В других сферах Но здесь они могут широкими мазками развешивать какие-то ярлыки Климить, осуждать И возноситься как бы в собственных глазах На какой-то высокий пьедестал Потому что как Зевс Гормовержец Такой специалист-антикультист Он может кого-то назвать тоталитарным сектантом Кого-то тоталитарным сектантом в Кубе И навешать маше других каких-то эпитетов От которых организация, если человек нескоро отмоется Ну, наверное, с этим связаны какие-то материальные тоже интересы Мне кажется, что они не так велики, как, может быть, эти люди рассчитывали Потому что всё-таки реально помочь им сложно Вот я встречался к тем, кто к ним обращается Я, поскольку писал о разных новых религиях Я встречался с обеспокоенными родителями Вот у которых дети ушли в эти религии И они мне жаловались на антикультистов Что вот те там деньги просят Они что сделать не могут и так далее И я, конечно, здесь не готов тоже Ставить диагнозы и говорить, что это вот всё там шарлатаны Что они не могут помочь Наверное, они действительно не могут помочь всерьёз Потому что когда человек говорит, что вот все эти секты Создали шизофреники и прочее И он так настраивает отца или мать У которых там сын или дочь ушли в эту организацию Естественно, что толку там не будет Потому что родители начнут объяснять детям Что их руководители это шизофреники Или там параноики и прочее Надо бежать оттуда без оглядки Естественно, что дети, скорее всего, с этим не согласятся То есть здесь сразу уже закладывается какой-то психологический конфликт Вместо того, чтобы помочь этой семье Которая, может быть, переживает кризис Как-то восстановить отношения между родственниками Антикультисты, мне кажется, они вот часто сыпят соль на раны И, конечно, это не совсем то, чем следовало бы, на мой взгляд, заниматься Но я не готов советовать психологам, как им там улаживать такого рода конфликты Может быть, они видят глубже И когда-нибудь я посыплю голову пеплом и скажу Да, вот это мудрецы, они знали, как же надо помогать родителям обеспокоенными Может быть, это и не случится Я хотел спросить по поводу сект у тебя Что такое секта? Да, я эксперт по сектам Поступаю иногда, даже по телевизору приглашают Рассказывай про секты Что такое секта? Ну вот клуб, который вокруг Спарты, солнце мое Это типичная секта Говорить о том, что в секту попадают люди только определенного типа, конечно, нельзя То есть самый главный источник попадания в секты Это наши бредовые представления, эзотерического, как правило, характера При всех своих высказываниях Александр Невеев называет себя кандидатом психологических наук То есть этот человек должен быть знаком с определенными базовыми принципами анализа, систем, построения логических высказываний Вот на основании того, что вы услышали Можно ли говорить, что у Александра Невеева в представленных заявлениях Существует какой-то научный подход Или это просто попытка навязать кому-то угодное мнение Смотрел диссертацию, там бегло, этого человека Он защитил ее о психологических проблемах подростков То есть это к религии, к новым религиозным движениям Вообще никакого отношения его работы не имеет А специалист, он хорош там, где он действительно разбирается Где он профессионально может решать какие-то вопросы Если он выходит за эти рамки, то он такой же обычный человек, как и любой другой Он уже перестает быть специалистом Поэтому здесь кандидатская степень, она просто, ну в глазах, может быть, недостаточно осведомленных людей Она придает ему какой-то дополнительный лоск, блеск Может влиять там на сумму бонорара, но не более того Так что я считаю, что все-таки он не разбирается в проблемах религиоведения И в этом мнении меня будет трудно переубедить Потому что пока я не прочитал ни на его сайте, ни на его статьях, аудио-видеозаписях Ничего, чтобы говорил о том, что он хотя бы понимает основные термины, которые я переубедил Ну, я хотел сказать, что его область – это вот психология подростков Их становление личностное И мне трудно судить, разбирается ли он в этом Это вопрос к ученому совету, который присваивал ему эту искомую степень А что касается религиоведения, то он пока напрасно совершенно в том, что это область Здесь он пока ничего не обрел, как мне кажется, никаких реальных результатов Но пока он не специалист в этой области И та дорога, которую он выбрал, она, конечно, ведет к каким-то, с моей точки зрения, достаточно авантюрным проектам Которые пользы не принесут, и к науке отношений нет Поэтому я бы пожелал ему все-таки вернуться в ту сферу, где он может считаться профессионалом И принести там максимальную пользу Субтитры создавал DimaTorzok